Приветствую вас на своем канале, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня, как только спала температура, я уже готова снова записывать новое видео, делиться с вами различными мастер-классами, как сделать то или иное изделие. И также хочу сегодня поделиться с вами, сделать некую презентацию своих хомячьих запасов, как это принято делать у вязальщиц. За спиной вы можете наблюдать некоторую их часть. И затронуть такую важную тему для вас. Сейчас чаще всего в комментариях задают вопросы, где я приобретаю и какую пряжу я использую для вязания. Чаще всего, конечно же, я обговариваю, перед тем, как делать то или иное заказ, я обговариваю с заказчиком, допустим, пряжу, которую бы он хотел, скажем, в итоге иметь изделие из нее, и различные нюансы, которые, допустим, он хотел бы... Ну, к примеру, это не только стандартный цвет, то есть фасон, вот, а, конечно же, и состав пряжи. Вот. Если посмотреть на видео, которое я записывала на своем канале, то можно сделать вывод, что чаще всего я использую турецкую пряжу. Это фирмы Ярнарт, Ланоса, Ализе. Вот. И чаще всего, конечно же, я использую также чистый меринос. Это, к примеру, пряжа фирмы Би-Би-Би итальянская. Вот. Но сегодня я сделала некое открытие для себя и приобрела новую пряжу. Это пряжа европейского качества, испанский производитель фирмы Валенсия. Вот. Здесь очень большой, скажем, выбор нам предоставляет производитель. Вот. Пряжа имеет различный состав, различные, скажем так, на ощущения тактильные. То есть, очень, скажем, пряжа имеет большой ассортимент и выбор. Данную пряжу Валенсии я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на Кудесницу я оставлю ниже под этим видео обязательно. Зайдите и познакомьтесь с ассортиментом. Вот. И я же хочу вам представить серию выпусков и мастер-классов именно по пряже. Потому что эта пряжа для меня новая. И, честно говоря, я бы хотела каждую серию, скажем, этой пряжи в отдельности, скажем, посмотреть. Вот. И поработать с каждой пряжей, предоставив свои впечатления вам, скажем так, серию выпусков и обзоров по данной пряже. Вот. Что касаемо Ализе, я так и продолжаю ей пользоваться. То есть, вы сзади меня можете также наблюдать эту пряжу. Вот. Но чаще всего появляется, скажем так, и для тех, кто вязал более шести лет назад и на сегодняшний момент, то появляются некоторые, скажем так, неудовлетворенности заказчиков в том, что пряжа, допустим, не подходит, колется. То есть, у каждого разный свой порог чувствительности. И, скажем так, днем хочется найти какую-то пряжу по ценовой политике, достаточно доступную. И в то же время, чтобы она соответствовала цена-качество. Чаще всего люди подразумевают, скажем, делят пряжу на подкатегории. Это шерсть, это полушерсть, либо же какие-то синтетические акриловые волокна. Вот. Но, честно говоря, меня что заинтересовало именно в фирме Valencia, то, что пряжа имеет достаточно интересный состав. Вот, кстати, мне приложили к моему заказу вот такой журнальчик, где все о пряже данного производителя написано. То есть, здесь меня что заинтересовало, то, что производитель в дополнении, скажем, к основному составу пряжи добавляет некую часть вискозы, допустим, некую часть шелка. Что придает пряже такой вот нежности, шелковитости, какого-то отлива. Вот. К примеру, я здесь заметила, что есть из, скажем, одной серии здесь полированная шерсть. В целом, полированная шерсть это достаточно качественное в дальнейшем в носке, скажем так, изделие из полированной шерсти. Это большой плюс, к примеру, то, что полированная шерсть лучше красится. Если вы знаете, допустим, то, скажем, если большой состав шерсти в пряже, вот, то пряжа имеет такие вот цвета, скажем так, ну, ненасыщенные, скажем. И вот, что мне нравится, то, что, к примеру, если вы можете наблюдать, сзади меня, вот, допустим, зеленый цвет, или же вот в изделии, я уже пробую эту пряжу сейчас, в данный момент в работе. Вот. Мне нравится то, что, несмотря на то, что большой состав шерсти входит в данную пряжу, вот, благодаря полировке цвета насыщенные и очень интересная, красивая цветовая гамма. Вот. Что касаемо, допустим, в составе пряжи вискозы, мне нравится, к примеру, то, что это изделие потом будет менее парким, то есть оно будет достаточно мягким и долго служить, скажем, в носке в ходе эксплуатации. Вот. Вот. Также, к примеру, существуют такие понятия, как шерсть перуанской ламы, шерсть кролика, то есть очень различные многие составы. Не просто это полушерстяная пряжа шерстяная, а это какие-то очень, скажем, по составу, именно интересные составы в каждой пряже. Вот это меня очень сильно заинтересовало. В общем, в целом, чтобы, скажем, сделать некую презентацию о дальнейших видео на моем канале, это обзоры пряжи, это изделия из нее, я хочу сказать то, что будет очень много интересного, нового, и каждый сможет для себя что-то взять, скажем, я достаточно, скажем так, самоучка сама в целом, то есть и при этом стараюсь чему-то новому открытию, скажем так, научить вас. Вот. Мне очень нравится, что вы цените, скажем, и мое время, и свое. Конечно же, не забудьте закреплять лайками, мне очень приятно, я получаю обратную связь, и, соответственно, получаю больше, скажем так, вырастают крылышки, и я хочу вас радовать новыми видео. Вот. Поэтому не забывайте лайкать, спасибо, что остаетесь на моем канале, смотрите мое новое видео, которое будет выходить, не забудьте нажать на колокольчик под видео, тогда вы будете получать оповещения о новых выпусках на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек, люблю вас, пока-пока!